здравствуйте уважаемые ученики пятых классов а также подписчики моих каналов и гости сегодня мы продолжаем изучать всеобщую историю в пятом классе видео урок 42 поход александра македонского на восток изучим в этом параграфе 5 коротких вопросов 1 вопрос первые победы александра 2 от битвы при иссе до основания александрии египетской 3 гибель персидского царства 4 древние писатели об александре македонском и наконец пятый вопрос цель александра завоевать весь мир обратимся к первому вопросу первые победы триста тридцать четвертом году до новой эры греко-македонское войско переправилась через пролив отделяющий европу от азии преграждая путь войску александра на обрывистом берегу горной реки гранник стояли конные пешие отряды персов надвигался вечер что делать жди утра посоветовал старый военачальник парменион и нападай перед рассветом застигнешь врага врасплох стыдно нам перешедшим морской пролив врага пролив боятся ручейка ответил александр рубите к наступлению под градом стрел преодолел быстрое течение и высокий крутой берег конница македоньян вступила в бой схватки александр был окружен врагами военачальник персов длинным изогнутым клинком срубил гребень его шлема и вновь занес клинок гибель царя оказалась неизбежной но в этот момент миг подоспел друг александра клип и пронзил перса копил сражение окончилось победой македоньян и эта победа открыла александру путь вглубь малой азии одни города без боя признавали его власть другие он покорял силой оружие второй вопрос от битвы при исе до основания александрии египетской персидский царь дарий третий двинулся во главе огромного войска навстречу александру персы и македоняне встретились близ города из александр лично возглавил атаку своих войск и прорвался к самой колеснице персидского царя оказавшись в гуще сражающихся дарий испугался и бежал с поля боя с поля битвы сопротивление персов было сломлено всего за два часа македоняне захватили не только лагерь персов но и семью царя мать жену и двух дочерей александр тотчас послал сказать этим женщинам что воюет он только с дарием а им будут оказаны те же почести каким они привыкли на свободе дальнейшей целью александра была финикия богатый город тир решил сопротивляться он был расположен на неприступном скалистом острове и окружен стенами более полугода длилась его осада жители тира сражались не за дария а за свою свободу александру удалось окружить город кораблями на которых были установлены тараны и метательные машины когда под ударами таранов рухнули стены македоняне ворвались в город они разграбили и подожгли тир убили его мужественных защитников а тысячи жителей обратили в рабство в эти дни александр получил от дария письмо царь персов предлагал мир он был готов дать жены александру дочь и половину царства все земли до ефрата будь я александром сказал седой парменион я принял бы эти условия но юному царю полцарства было мало я поступил бы также если бы был парменионом ответил он поскольку решал все царь война продолжалась египтяне встретили александра как освободителя от персов жрецы объявили его богом и сыном солнца сыном бога солнца как было принято в отношении фараонов военные успехи настолько вскружить голову александру что он принял решение жрецов с благосклонностью покоренные народы должны были поверить что их страны пришел бог им нужно безоговорочно подчиняться где тянило где остров форос защищал от ветра морскую гавань царь основал город назвал его александрией свою честь он сам разметил места будущих площадей улиц и храмов третий вопрос гибель персидского царства триста тридцать первом году до новой эры начался поход александра в глубь персии целых четыре месяца шло непрерывно войско наконец переправившись через ефрат и тигр они оказались усиления галгамелы где в ожидании битвы уже стояли персы даже бывалых македонян стревожил вид огромной равнины заполненной огнями вражеского лагеря дарий третий собрал невиданную по размерам армию пехоту конницу колесницы боевых слонов которых привели индийцы македонские военачальники советовали царю напасть на персов ночью я не краду победу ответил александр битва при гавгамелах началась с атаки персидских колесниц бешено неслись кони грозили смертью остро отточенные косы приделанные колесам и дышлом но македоняне вовремя раступились и колесницы промчались не причинив им вреда возницы гибли под градом македонских стрел построившись клином македонская конница во главе с александром свою очередь атаковала персов прорвала их строй и устремилась к тому месту где находился дарий за конницей с боевым кличем двинулась фаланга и снова как некогда при исте дария охватил страх скатив на коня он во второй раз обратился в бегство а за ним и его воины одержав победу александр занял вавилон персиполь и другие древние города управлять вновь завоеванными городами и областями он назначал как македонян так и знатных персов между тем бежавший от александра царь неудачник дарий третий был убит своими приближенными войско провозгласила александра царем азии он стал требовать чтобы полководцы отвешивали ему земные поклоны целовали край его одежды почитали его как бога все это раздражало македонских на военачальников однажды на пуп на перу клит стал упрекать александра ты за возомнил себя богом победа над врагами добытая нашей кровью приписал себе одному в ярости александр схватил копье и нанес клипу смертельный удар тут же гнев царя угас он пришел в ужас от содеянного но жизнь другу спасшему его его от гибели в битве при граннике уже нельзя было вернуть то есть какова его цель цель александра завоевать весь мир пройдя с боями через восточные области персидского царства войско александра обторглось в долину инда в кровопролитной битве с правившим здесь царем македоняне столкнулись с боевыми слонами лошади пугались огромных животных наметные меткие лучники александра ранили многих слонов те пришли в ярость повернули назад и начали топтать своими ногами своих же воинов александр и на этот раз одержал блестящую победу окрыленные успехами он объявил о походе в долину ганга однако его войско измученное тяжелыми боями и переходами отказалась повиноваться пришлось александру повернуть назад десятилетний подход завершился в 324 году до новой эры в городе вавилоне в этом величайшем из городов востока царь сразу же замыслил новый поход на запад желая подчинить все страны до атлантического океана но летом 323 года до новой эры александр македонский внезапно заболел и умер к слову сказать его для того чтобы в македонию переправить бальзамировали следующим образом его поместили в большую дубовую бочку его труп тела и залили залили медом законсервировали забальзамировали медом пока его везли то есть шли и морем и суши и мед засахарился и таким образом он стал как камень вместе с телом александра но судьба распорядилась очень жестко бочку потеряли то есть бочка была утрачена и до сих пор человечество не знает где находится про задание на дом по видео уроку 42 поход александра македонского на восток проверочные вопросы которые необходимо знать очень хорошо первый вопрос когда начался и когда закончился поход александра македонска на восток второй почему александр расправился с жителями города тир почему египет сдался без боя третий вопрос четвертый после какой битвы персидское царство перестало существовать и наконец пятый почему александр отказался от похода в долину ганга летом 323 года до новой эры александр македонский внезапно заболел и умер разные исторические слухи на природу его болезни кто-то говорит что он излишне выпил и тоже переел но как бы то ни было но он возрасте 33 лет от роду умер и до сих пор его забальзамированная бочку с медом тела человечеством не найдено спасибо за внимание на следующем занятии мы будем изучать видео уроке 43 в александрии египетской до свидания а